Прогрессивную шкалу налогообложения планируют ввести в Россию. Те, кто богаче, будут больше платить в бюджет. Это одна из пяти законодательных инициатив по усовершенствованию налогового законодательства. Их сегодня рассмотрели депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на заседании бюджетного комитета. Подробности далее. 13% от своего дохода сейчас платит большинство граждан России в бюджет. Те, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год, отчисляют немногим больше. Предлагается усовершенствовать эту шкалу. Те, чьи жалования до 200 тысяч рублей в месяц будут носить в казну также 13%. А самые богатые, чей доход более 50 миллионов рублей в год – 22%. Таким образом, подавляющего большинства жителей региона изменения не коснутся. Это принимать надо было еще вчера. В Российской Федерации одни из самых низких налогов в мире. И многие, наверное, знают здесь, что подоходный налог во многих странах доходит до 45%. Андрей Шемкиев обратился к комитету с просьбой поддержать законопроект. Новые правила позволят серьезно пополнить доходы бюджетов. Задачи, касающиеся импортозамещения, задачи, которые президент ставил по технологическому суверенитету. И, на мой взгляд, важно отметить стимулирующие факторы для инвестиций, для долгосрочных инвестиций. Налоговая система статичной не является. И мы, когда будем правоприменять эти нормы, будем, безусловно, давать обратную связь и дорабатывать уже в дальнейшем. При этом вводятся новые преференции для инвесторов, инновационного бизнеса и компаний IT-сектора. Этот документ является в какой-то степени даже историческим. Потому что это обращение к федеральному собранию президента. И та оперативность, с которой принимается этот документ, говорит о том, что действительно наступило время таких документов, таких решений. Я бы хотел обратиться, прежде всего, к предполагателям власти, депутатам в местах. Вопрос доведения основных аспектов этого документа до населения, до своих депутатов. Средства, которые появятся в бюджете после изменения бюджетного и налогового кодекса, направят на социальную сферу, развитие экономики и национальных проектов. Особое внимание, как прозвучало в послании федеральному собранию президента Владимира Путина, семьям с детьми. Большая многодетная семья должна стать ориентиром для всей нашей страны. Это будет новой философией жизни общества. Вся социальная сфера будет теперь рассчитана именно на расширение семей, на их нормальную и жизнь в достатке. Депутаты бюджетного комитета приняли решение поддержать совершенствование налоговой системы страны и вынесли законопроекты на рассмотрение внеочередной сессии, которая состоится 13 июня. Александр Сульдин, Светлана Шущенко, Новости ОТС.